Пути Востока и Запада Светоносцы таким образом формируют планетарный кадуций, определенный цикл воплощений на Востоке для овладения пятью тайными лучами и на Западе для овладения семью лучами, вперед и назад, вперед и назад. Центральная линия кадуция – желтый огонь мудрости разума Бога. Голубой – Отца и Розовый – Матери. Религия Отца и Матери интерпретирована на Востоке и на Западе через озаренных, которые воплощают Христа и Будду. Основные жизнепотоки Востока и Запада являются сознанием Христа и Будды. Таким образом, посвящение проходит в воплощениях как в мужском, так и в женских телах для овладения лучами мужской и женской полярностей Бога. Для пути Востока характерно овладение желаниями, необычными желаниями. Учение Гаутамы Будды состоит в том, что желание порождает препятствия и связи с отсталыми эволюциями, что ведет к страданиям, и единственный путь – освободиться от страданий, быть свободным от желаний. Таким образом, на Востоке, как учит Будда, необходимо добиться освобождения души от желаний, чтобы выйти из цикла перерождений. На Западе эволюция 12 колен Израилевых в еврейско-христианской традиции является историей мятежа, очищения и затем искупления. В Ветхом Завете описана история суда народа Израиля, который добивался освобождения от отсталых эволюций снова и снова. Искание на Западе основанное в том, чтобы быть достойным в глазах Бога и развить качество Христа, посредника, и стать другом Бога через этого Христа. Этот путь был пройден Иисусом Христом. Невозможно понять, почему народы Великого Света на Востоке и на Западе были разделены. Но это случилось, и многие видят огромную пропасть между религиями Востока и Запада. Но есть определенная группа людей на Земле, которые обладают пониманием возможностей слияния жизнепотоков восточной и западной традиции. Мы можем быть воспитаны западной культурой, но как только мы узнаем о обучениях индуизма и буддизма, мы сразу же осознаем себя наследниками индуизма, буддизма и даосизма. В то же самое время мы обладаем пониманием иудаизма и христианства, ибо восприятие идет на уровне души, и нет необходимости обучать этому сейчас. Таким образом, мы видим в наших собственных жизнях очевидность этого кадуция в воплощении сынов и дочерей Бога Востока и Запада. Двенадцать колен, семя Саната Кумары и Авраама Записанная история этих святоносцев на Западе, как двенадцати колен Израилевых, начинается в Библии, в двенадцатой главе Бытия. Бог обещает благословить Авраама. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты благословленье. В главе пятнадцатой Бог говорит Аврааму. Тогда он был известен как Авраам. Посмотри на небо, и сосчитай звезды, если ты сможешь счесть их. И сказал ему, сколько будет у тебя потомков. Бог тогда велел Аврааму принести жертву, и он это сделал, и Бог сказал ему в карме, которая сойдет на его потомков. При захождении солнца крепкий сон напал на Авраама, и вот напал на него ужас и мрак великий. И сказал Господь Аврааму, знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и проботят их, и будут угнетать их четыреста лет. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После сего они выйдут с большим имуществом. Это предсказание о пленении двенадцати колен в Египте. А ты отойдешь к отцам твоим в мире, и будешь погребен в старости доброй. В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззаконий Амареев доселе еще не наполнилась. Санат Кумара избрал Авраама отцом израильтян, у которого с Сарой в старости будет сын Исаак. Исаак будет отцом Иакова, у которого будет двенадцать сыновей, которые станут праотцами двенадцати колен. Итак, Авраам, великий патриарх светоносцев, избранных нести семя Альфы, эти души пришли с особой миссией, чтобы быть свидетелями истинного Бога среди идолопоклонников, среди темных на Среднем Востоке, такого великого идолопоклонства, как мы наблюдали в Содоме и Гаморе. Они пришли, чтобы явить благословение в служении Богу, получить и сохранить пророчества и откровения, и прежде всего быть каналом, через который родится Мессия.